И так, продолжаем размышления над письмами о России Робиндраната Тагора. Вот у меня тут есть 12 томов его, и я начал с последнего тома с писем. Кстати, моё знакомство с творчеством немецкого писателя Германа Гесса началось тоже с его последних книг, с его писем, с писем по кругу. И уже потом я, вот, сначала я прочитал его переписку, которая, в общем-то, явилась таким манифестом пацифизма, да, антимилитаризма, вот, мировым. А потом уже я стал читать, вот, его «Степного волка», «Игру в бисер» и так далее. Вот, я практически прочитал все переведённые на русский язык произведения Германа Гесса, вот, в отреческие годы. Так что пишите письма, пишите письма, и вполне возможно, что с их помощью как-то вы обратите своё внимание и на что-то другое, да, на более какие-то глобальные жанры литературы. Пишите письма и читайте их. Вот. Робин Дранат Тагор. Я, конечно, использую его текст для того, чтобы, ну, как-то отрефлексировать свои собственные, свою собственную жизнь, свои собственные впечатления о жизни. И, допустим, вот, мне пришло в голову вот этот вот индус, с которым я недавно познакомился. Это очень весёлый человек, такой жизнерадостный, гибкий, очень общительный. И я таких людей, ну, не встречал. Вот это такой, такой Болливуд, вот, в личностном плане о таких людях говорят, вот, easygoing, да, очень лёгкий человек в общении, приятный и юморной. И он такой мастер диалога, то есть я видел, как он общается с людьми, и это такая была игра. Короче, жаль, что ему не дали вид на жительство, вот, и я не имею возможности его наблюдать здесь. Как бы, вот, мне кажется, что вот этот, ну, некий чиновичий дебилизм, да, он незаметен, быть может, да, но имеет вот такие последствия для среды обитания. То есть для, вот, этой человеческой почвы, да, которая обедняется, просто искусственным путём обедняется. И когда природа обедняется, да, то в конце концов, ну, что мы имеем? Мы имеем пустыню, да, мы имеем довольно, ну, однообразие, да, и, конечно, в пустыне всегда появляется эта жажда чего-то свежего, да, живого, вот, воды какой-то. И поиск оазиса, оазиса, и в данном случае оазисы это, вот, индивидуальность, да, это люди, которые способны, в общем, как-то удивлять, и, вот, в окружении которых ты чувствуешь себя комфортно. Вот, вот, это, это важно. Поэтому, недооценивая творчество, да, мы просто рискуем стать людьми, ну, превратиться, вот, в нечто противоположное творческому началу. Вот, творчество это всегда интерес к жизни, это всегда новаторство, это всегда новизна. Вот я, допустим, преподаю иностранные языки, и я вижу, как мои студенты делают ошибки. И они часто повторяют ошибки те же, хотя, ну, так бывает, да, то есть учение это всегда, это всегда ошибки, это всегда вот отсутствие чего-то вот прям вот готового, да, идеального. Это всегда вот через тернии к звёздам. И я понимаю, что, да, это испытание для меня, когда человек ошибается много, когда... Но, благодаря ошибкам, во-первых, он учится, раз. Во-вторых, благодаря ошибкам, он лучше запоминает предмет и учит язык. И мы, кстати говоря, на этом я тоже строю свой метод обучения, да. Вот. И, наконец, и, наконец, какой я сделал вывод? А мы, если человек, общество, государство хочет чему-то новому научиться и достичь какого-то нового состояния своего, то оно неизбежно будет совершать ошибки. И, причём, так часто, настолько часто, насколько новым, обновлённым это общество, это государство хочет стать. И я хочу заметить, что изучение языков, да, позволяет человеку стать новой личностью даже, потому что, когда он начинает говорить на другом языке, он становится немного другой личностью. Вот. И, так же и государство. Если государство хочет меняться, оно по необходимости должно учиться, должно совершать ошибки. Вот. Конечно, ошибка, ошибки рознь. Но, я думаю, что сейчас, в общем-то, бояться ошибок-то не нужно, потому что, как бы, это всё равно не экстремальные условия существования и выживания государства или общества. И можно, в принципе, экспериментировать. И нужно экспериментировать. Потому что, тогда, действительно, можно добиться какого-то нового качества, нового состояния, да, дел. Ну, вот. Это была такая своеобразная прелюдия. И мы... Я продолжаю читать письма о России Робин Драната Дагора, 1930 года. И вот, что он пишет. Но поездка в Россию вытеснила из моей памяти эти прекрасные видения. Я могу теперь думать только о беспредельной нищете наших крестьян. Бенгальскую деревню я хорошо знаю с самого детства. Каждый день я встречался с крестьянами и слушал их горькие жалобы. Таких беспомощных людей немного на свете. Свет знаний не достигает дна общества, где они влачат жалкое существование. И дыхание жизни там едва ощутимо. Я, кстати говоря, видел сюжет про Индию. Смотрел как-то. Сюжет очень интересный. И до сих пор там есть это дно в Индии, где люди питаются крысами. Они не могут себе позволить есть мясо других животных. Они едят только крыс. Это, конечно, вызвало у меня шок. Из тех, кто до последнего времени играл главные роли на политической сцене нашей страны, никто не признавал крестьян своими соотечественниками. Я вспоминаю конференции в Павне. В беседе с одним политическим деятелем я сказал, что если мы действительно стремимся к политическому подъему страны, необходимо помочь низам нашего общества сделаться людьми. Он отнесся к моим словам с таким пренебрежением, что мне стало ясно. Наши патриоты вынесли представление о родине из иностранных школ. Им безразличен народ. Такое представление весьма удобно. Оно позволяет им осуждать чужеземное владычество и писать об этом стихи, возмущаться и выпускать газеты, а вот признать, что миллионы бедняков это твой народ, твои соотечественники, на это они не способны. Потому что подобное признание налагает ответственность и требует настоящего дела. С того дня прошло немало времени. Я часто слышал отголоски того, что я говорил в Павне. В помощь деревне даже собирали деньги. Однако они таяли и исчезали где-то в пропагандистских облаках. Откуда вещают наши политиканы. И до грешной земли, на которой стоит деревня, не доходило ничего. Но, слушайте, это было написано в 1930 году. Насколько это до сих пор актуально? Там, где есть бедность, это уже свидетельство о неэффективности власти. Бедность, это всегда не просто укор, это приговор власти. И если власть не способна победить нищету, бедность, если есть недовольные, то это говорит о неэффективности власти. По одной простой причине. Можно сказать, а вот мы стараемся, а вот мы патриоты. Можно прикрыться патриотизмом. Что они и делают. Всегда, вот любой подлец, националист, он всегда прикроется любовью к родине, к своему народу. Почему? Да потому, что он не пойдет работать на тяжелую работу. Он не уступит свое место где-нибудь в парламенте или там в чиновничьем кабинете. Кому-то другому. Ни за что и никогда. Он будет говорить про патриотизм, про свой язык, как я вот владею языком своим, как я эту культуру там блюду свою. Но при этом будут существовать бедные люди, которым он никогда не поможет. Просто нужно здесь понять простую вещь. Человеческое общество, это не что иное, как общество, которое существует под тем же самым принципом, что и любое другое стадо животных. Это, конечно, дарвинизм. Это дарвинизм. И вот в основе всего это инстинкт выживания. Выживание. И люди просто-напросто ради того, чтобы выжить, напридумывали вот всех этих наростов всяких в виде там разных структур и так далее, организаций, там, религию, там, придумали ещё что-то, патриотизм, гимны, флаги. И, ну, это нет, ну, ничего глупее, чем с флажками ходить по улицам. Я просто, я не знаю, это настолько вот бессмысленное занятие, но люди вот так делают, да? Показывают патриотизм свой. Для чего? Ещё раз, для того, чтобы выжить. Для того, чтобы выжить. Для чего язык? Для чего язык? Вот по языковому принципу. То есть, пока кто-то не знает моего языка, я лучше, да? Я более успешен. Я достигну целей. Даже если этот человек кретин, но он говорит на языке большинства, он живёт лучшим. По этой простой причине. что это один из способов выжить, да? Дальше кто-то может, если все выучить, если все говорят на языке на одном, допустим, да, нет там никаких меньшинств национальных, там, мигрантов, беженцев, всё равно они начнут делить своё общество, начнут делить по другому принципу. Там, по политическим, по религиозному признаку, по... Ну, потом вот по форме черепа. И так далее. И так далее. Да, вот те же евреи, допустим, они... Да, они были больше немцы, чем сами немцы. Да, это была очень образованная часть общества и так далее. Они прекрасно владели немецким. И что? Это не помешало немцам их, как бы, отсеять, вот, и уничтожить. Их отделить от себя сначала и уничтожить. Они там и протестантизм принимали, и всё там ассимилировались прекрасно. Всё равно они были чужими. Так вот тот, кто не способен принять чужую культуру и признать её равной своей, он всегда будет дискриминировать других. Это я вам голову на отсечение даю, что так и будет. Я в своей жизни, я поражаюсь своей толерантностью. Кстати, живя в России, я уже был там самым толерантным. А потом, попав в Европу, вот, когда я путешествовал там, участвовал в программах обмена, я, в общем, понял, насколько мне ещё нужно учиться быть толерантным. Ну, понятно, я рос, рос. Вот, но я принимал все культуры. Все, меня все вот интересовали. Когда я впервые побывал в Израиле, я пожалел о том, что у меня всего одна жизнь. и что я не могу за эту свою короткую жизнь стать и вот этим, и этим, и другим, да, и так далее. И третьим, и пятым, и десятом. Не могу. Вот. Жизнь слишком коротка. А с другой стороны, есть люди, которые принадлежат нескольким культурам. И из-за этих людей можно только порадоваться и позавидовать им. Вот. Я стараюсь быть открытым всем культурам и, как бы, прикасаться к ним. Хорошо, что есть английский язык, благодаря которому это общение, это приобщение к культурам, оно облегчается. Вот. И несмотря на то, что пишет Робин Дранат Тагор, да, кстати, заметьте, он еще про язык не писал, ни слова не сказал. Робин Дранат Тагор писал на английском и бенгальском языках. Прекрасно писал. Так что мы имеем дело с вот такими... Да, так вот эти последствия колонизации, что язык один, да, посмотрите на английском, где только не говорят, да, все бывшие колонии, там Индия, африканские страны, Австралия, Новая Зеландия, США и так далее. И благодаря этому, да, и Ирландия, кстати, ирландцы, их же язык был практически уничтожен, да, и они... А насажден был английский, но они остались ирландцами, идентичность-то осталась. На час и как бы восстанавливают, там ирландский тоже, уже немало людей говорит на нем. Так вот, благодаря вот этому английскому языку мы можем лучше понимать индусов. Например, кстати говоря, вот некоторые люди, индологи, да, некоторые считают, что вот несмотря на все завоевания Индии, да, она же завоевывалась там и мусульманами, и вот англичанами, они не... они, вот эти завоеватели, да, не смогли ничего с этими индусами сделать, и скорее не завоеватели меняли их под себя, да, переделывали, а сами менялись. Вот. В конце концов, Индия стала независимой страной. Так что, у всего есть, видимо, свои плюсы. Не нужно так, как бы, одной краской все мазать. Вот. Наконец, народ, да, народ. Вы понимаете, вот когда, конечно, ты имеешь дело с чем-то уже готовым, созревшим, совершенным, да, ты этим можешь восхищаться. И справедливо восхищаешься, но обратим внимание, что вот то, что создано людьми, в принципе, в таком, в совершенном виде это не существовало, не существовало, да. Ведь золото, там, прежде чем его добыть, оно ведь, вот, это же надо сколько руды, там, перелопатить, да, или там какой-нибудь алмаз, который в природе может и не выглядеть так, как выглядит, допустим, ограненный алмаз, да, вот, и так далее. То же самое и с человеком. Если человека не развивать, если его не воспитывать, если им не заниматься, то он будет очень, он, он, он будет выглядеть очень непривлекательно, да, он будет очень отталкивать от себя, конечно. Вот, и наоборот, если в человека вкладываться, если ему давать возможности для развития, создавать эти условия, так мы увидим расцвет, ренессанс человеческого общества. Вот этим и должна заниматься, власть к этому и призывают интеллектуалы, такие как Робин Дранат Таргур. Я к этому тоже всегда призывал. Вот, но что делать? Пробуждение сознания это самая великая вещь, великая миссия, которая только может быть, и тот, кто взялся её осуществлять, это уже великий человек. вот, так что, ну, аполитиканы, ну, вы видите, да, вот, это лицемерие тех же индусов, о которых пишет от Агор, да, безразличен народ, такое представление весьма удобно, оно позволяет им осуждать чужеземное владычество и писать об этом стихи, возмущаться и выпускать газеты, а вот признать, что миллионы бедняков это твой народ, они не могут, да, у них духа не хватает, и не хватает, конечно, ответственности, и вообще это требует, вот, как пишет Тагор, настоящего дела, на самом деле, мы живём, да, это всегда было, да, ну, и сейчас тоже, это я не к тому, что только сейчас это возникло, это всегда было, во времена подделок, да, во времена имитации деятельности, вот, и настоящим делом-то никто не хочет заниматься, все хотят просто снимать сливки, и всё, вот, и поэтому политики с помощью газет дурачат народ, вот, очень успешно, возмущаются, ах, какие эти, те другие, ах, какое было советское время, ужасное, дурацкое, между прочим, я не, я, я не хочу с этим спорить, с тем, что они говорят про советское время, потому что, ну, я думаю, это их впечатление, и они имеют на это право, и я тоже не всем доволен, конечно, из, из того, что было, из того, что я пережил качеством человеческого материала, и так далее, и так далее, но было много хорошего тоже, вот, дело в другом, но то, что было, ну, было, да, оно и было, ну, сколько можно об этом прошлом говорить, сколько можно этим прошлым размахивать, как, ну, это такой уже, такой, эксгибиционизм, такой, исторический, ну, это просто некрасиво, да, давайте смотреть в будущее, давайте жить здесь и сейчас, давайте решать, вот, проблемы, темы, которые есть, и, имея образ будущего, стремиться туда, вот, поскольку, вот, 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 акцентуация, такая, фокусировка на прошлом, исключительно, да, ну, это признак того, что общество лишено ориентиров, растеряно, вот, и, скорее всего, просто даже как-то, но, и интеллектуально деградировало, вот, мне так кажется, сам, и, конечно, настоящее дело, вот, 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 не жить, не жить по инерции, а придумать настоящее дело, конечно, творческое начало, да, будут ошибки, еще раз, ошибки, да, но это, но это хорошо, если они будут ошибки, эти, это прекрасно, ошибку, ошибки можно исправить, необратима только смерть, все, а все остальные ошибки можно исправить, вот, эм, так что, идем дальше, ну, еще раз подчеркну, что, вот эти, вот эта пропаганда, пропаганда, которая есть везде, практически, я вот жил, в разных странах, и, там, где я смотрел телевидение, да, оно мне ужасно не нравилось, потом, в арабских странах, где я жил, я, не понимая арабского, я просто общался с людьми, которые, по-английски говорили, и, и, довольно-таки, с довольно-таки, такими, ну, великими биографиями, или трагическими биографиями, и, вот, они мне рассказывали, об обществе, о его проблемах, ну, плюс я сам, там, что-то видел, своими глазами, и делал выводы свои, да, вот, а, так, пропаганда есть везде, и, в принципе, задачи человека интеллектуального, человека честного, человека культуры, человека философствующего, мыслящего, смотреть на все со стороны, как бы, да, не участвовать, вот, это прекрасное состояние, да, когда ты смотришь на все свысока, свысока, где-то оттуда, из космоса, вот, и видишь все проблемы, и о них говоришь, вот, это позиция интеллектуала, вот, что делает Робин Дранат Тагор, и что пытаюсь делать я, по мере своих сил, где бы я ни жил, где бы я ни находился, и кому бы это нравилось, или не нравилось. это не случилось. на помощь культуре, и, и тихо, и, 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 Продолжение следует...